Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свои программы. Сегодня у нас 16 июня и в Чикаго почти 9 часов утра, на восточном побережье это Нью-Йорк и Вашингтон 10 часов утра и 7 часов утра на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско, в Москве 17 часов, а вот в Тюрихе 16 часов, 4 часа дня. Почему в Тюрихе? Потому что у нас на связи добрый наш друг, замечательная женщина, с которой мы провели не одну программу, на самом деле, которая была у нас в Чикаго и принимала, вела прием и читала лекции. Это Лариса Суверон. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да, ну мы ведем, дорогие друзья, прямой репортаж, на самом деле сейчас Лариса находится в Швейцарии и вообще-то Лариса Суверон является поданной государства Швейцарии и врач по профессии, она обладает совершенно феноменальными экстрасенсорными способностями. Мы об этом много раз говорили, те люди, которые были у нее на приеме, имели возможность в этом убедиться тоже много раз. И она на самом деле и целитель, и, в общем-то, ясновидящая. И вот у меня к вам первый вопрос, Лариса. Мы с вами не встречались какое-то время. За это время все идет очень и очень быстро, все движется, все там летит, время летит, и люди меняются. Но есть какая-то такая неофициальная статистика, что ли, о том, что какие-то все-таки происходят процессы и в атмосфере, и на Земле, и с людьми. Как вы это видите с точки зрения вашего видения вообще вот этих процессов, которые обычному человеку недоступны? Я вижу то, что сейчас происходит, обычное состояние изменений климата. Но климат, опять же, изменяется из-за того, что пришла эта эпоха. И мы в это время находимся в период перехода с одной эпохи на другую эпоху. И мы не должны ждать нашего будущего, мы должны ждать настоящее и прошлое. А прошлое наше – это и есть наше настоящее. И нам сейчас, конечно, очень тяжело, так как у нас происходит все необычно, быстро и неожиданно. То мы плачем, то мы смеемся, то у нас успех, то у нас нет успеха. Ну еще к тому, что этот год обезьяны. Поэтому когда наш год обезьяны, он бывает как постоянно, это звезды, это астрология. Но это необычная смена, огненная. И в ту эпоху, в периодах, когда идут эти перевороты. Мы сейчас можем получать любые стрессы, любые неожиданности. Но просто не нужно этому пугаться. То, что у нас происходит, это должно происходить. И люди, которые это замечают, они говорят, что что-то происходит, что-то не происходит. Веры нет. У людей настроение нервозное. Не у всех. Те, кто это понимают, у них настроение оптимистичное. И вот этот оптимизм, он нам помогает идти дальше. То есть не надо залеживаться в кровати, когда мысли идут негативные. А негативных мыслей у нас бывает чаще, к сожалению. Белая и черная полоса. А мы посерединке. И вот эта вот серединка, она считается золотая. Не пугайтесь то, что у нас происходит. Это должно быть так. И когда должно быть так, естественно, мы чувствуем наше тело. Наше тело у нас тоже начинает вибрировать вместе с нами. А когда оно вибрирует, значит физика наша слабая, а энергия сильная. Вот. К этому мы подходим, чтобы возьмитесь за свою энергию и за здоровье. И не пугайтесь то, что происходит. Ничего не происходит. Происходит в течение жизни дальше. И то, что мы не видим будущего, это совершенно реально. Потому что мы не видим настоящего. А если мы увидим настоящее, то мы поймем, что иначе будущее будет с нами. Повторение мы повторяем одно и то же. И если нас из прошлого, мы опять не изучаем наших предков, опять будет настоящее то же самое. Поэтому папы, мамы, дети, дочки, сыновья, любите друг друга и друг друга уважайте. Рассказывайте маме и бабушке о том, что было в прошлом. И тогда вам настоящее понравится. То есть вы поймете, что ничего не меняется. Меняются компьютеры, меняются банки, меняется температура, меняются дожди. А в принципе ничего не меняется. Наша жизнь, она как течет, так и течет. У интеллигентного человека нет страха к жизни. Гайз, духовно интеллигентного человека. У него нет страха. У него интерес, любопытство. А что же будет сегодня? И вот это любопытство, оно приведет то, что сегодня у нас все прекрасно. Не пугайтесь, самограны товарищи, друзья. Лариса, вы сказали о том, что возможно, ну невозможно, о том, что сейчас идут изменения климатического плана. Что вы имеете в виду под климатическими изменениями? То есть, ну, есть такие циклы, вот, допустим, 26 тысяч лет цикл, когда вообще по лесам могут поменять свое направление. Опять же, северный становится южным, южный становится северным. Соответственным образом, это же какие-то совершенно невероятные катаклизмы. И последний раз это было, так предполагают, когда был даже всемирный потоп. Ну, я надеюсь, это не случится в ближайшее будущее, как вы это видите? Ну, я могу вам одно сказать, то, что я, находясь в Европе, и не в Европе, Швейцария нейтральная страна. Но, тем не менее, мы контактим с Европой очень. Я вижу, что происходит. Германия заливает полностью. Испания меняет свои климатические условия тоже полностью. И ведется к тому, что людям не дают время к раздражению. Дают наблюдать. Это возможность природы. Это, опять же, природа идет с нами в ногу. Нам нужно быть самим сильным и интересным. И то, что у нас будет дальше, да, оно будет дальше еще больше воды. Но это же опять не говорит о том, что изменится, что мы уйдем из жизни, нас не будет. Мы будем, и жить будем, и все будет так же продолжаться. Все то же самое. Только немножко преподнесется все это по-другому. То есть, если вода заливает, это не говорит о том, что все, все конец света. Она залет, она уйдет. Да, сейчас действительно климатические условия очень другие стали. В Швейцарии медведи появились. В Испании объявилось очень, Антонусия, появилось очень много змеев, хотя раньше их там не было. В Греции одно, в Бразилии другое, в Чикаго другое. Поэтому сейчас просто надо наблюдать, что идет в природе. И то, что сейчас происходит политические всякие всевозможные перевороты, это тоже говорит о том, что не может быть ни войны, не может быть ничего, потому что климат меняет, он не даст возможность людям агрессивными быть, нужно быть интересными. И поэтому мы не пугайтесь, не пугайтесь то, что это идет, оно тоже будет интересное. И материальные наши отношения тоже, оно не пугайтесь, что оно уходит. Оно не уходит, оно немножко помедленнее пойдет, а жизнь быстрее. Поэтому, да. Да, Лариса, все понятно. Давайте мы немножко поговорим о вас, потому что достаточно к нам каждый день кто-то подписывается на наши каналы YouTube. Кстати, дорогие друзья, вы, наверное, уже те, кто нас слушает, уже знают, но те, кто будут слушать программы наши, записываются. И с нами можно пообщаться, на самом деле, на нашем интернет-портале. Это www.sungateradio.com.com Подписаться на наши каналы, пойти в Facebook, набрать «sungate radio», вы увидите все наши программы. Ну и опять же, Лариса Суверон. Лариса, вы к нам приезжали, по-моему, несколько лет тому назад, да, последний раз, вы были дважды у нас в Чикаго. И вот для тех людей, которые, в общем-то, с вами не знакомы. Ну, давайте, я могу, конечно, рассказать сам, потому что мы-то хорошо знакомы. Более того, мы даже встречались с вами в Испании. Но, тем не менее, вы расскажите сами, как получилось так, что вот вы, так сказать, стали ясновидящей. Ну, эта история началась давно, когда еще вы там были студенткой, типа такого, да. Ну, буквально там, коротко, потому что, если вы будете все это рассказывать, я знаю, это все, кто это займет, конечно, очень много времени. Я не стала ясновидящей, я родилась ею. Так как я родилась, я сейчас вот новая эпоха, я вижу, еще это больше стало у меня проясняться. А это вот и говорит, что переворот века. Те, кто имел какие-то таланты или способности, сейчас они еще больше проявляются. Вот будучи меня сейчас, в данный момент, в ситуации, мне стало это еще больше проявляться. Я больше стала слышать и прочитывать информации в воздухе, в климате, в космосе. Я стала чувствовать, что со мной кто-то общается, они мне говорят, не кто они, а это внутри у меня разговор идет сам с собой. Этот разговор сам с собой ведет к правильному ведению, к правильному мышлению. И то, что сейчас происходит, мне наоборот интереснее делается. Интереснее. И так же у людей. У многих проявляется то, чего не было. Многие говорят, вот я стал слышать, вот я стал видеть. Но у меня стала болеть, например, голова. Голова может болеть, когда появляются новые феноменальные обострения, она начинает болеть, действительно. Особенно в области третьего глаза. И вот у меня, у меня не болит, так как я уже знаю, что это должно быть, и оно будет. Так же и с лечением. Получается, у меня стало больше получаться на расстоянии лечения. Хотя раньше это у меня не совсем получалось. А сейчас у меня на расстоянии стало больше. Я вижу больше эффекта и больше слышу от людей, что они говорят, да, действительно хорошо. То есть мне даже само это, честно говоря, не объяснить, что это. Что это за электролучи? О, электромагнитные, о, полигамы, о, моногамия. Мне не объяснить это. Так как я врач, я не просто врач, мне нужно было учиться на врача. Так как я работала с высшими парламентариями, и мне там раньше это не разрешалось в 70 годах. И поэтому я пошла учиться на медика, для того, чтобы к людям быть ближе. Ну, в принципе, вот сейчас я вижу, что это мне очень помогает, мне и людям, которые меня знают и которые меня верят. Ну, расскажите пару случаев из вашей жизни, потому что действительно замечательные истории для тех, кто просто не знает, о чем идет речь. Когда вас приглашали в качестве, скажем, экстрасенса, эксперта, парапсихолога, не знаю, к довольно известным фигурам и на политическом каком-то даже небосклоне. Вот. Буквально там, может быть, один-два случая. Вы имеете в виду в прошлом? В прошлом, да. Ну, нет, но если у вас, я не знаю, может вас в будущем вы увидите, вас кто-то будет приглашать. Но тем не менее, нет. Я говорю сейчас в прошлом, когда кто-то вас приглашал, можно не оглашать имен. Да. Например, у нас стафилококк у людей. Например, стафилококк не лечится. Возьмем молодых, современных, и возьмем людей более зрелого возраста. С молодыми людьми это сложно делать, так как они это не понимают. То, что не верят, не понимают. Зрелые люди это понимают. Стафилококк. Первое, что обострение ног. Начинает опухать. Не обе, а какая-нибудь одна. И когда мне звонят и говорят, вот это было недавно, буквально год тому назад, мне с Москвы позвонили один человек, он мне не представился, но потом позже я поняла, кто это. Это очень довольно известный политик. У него очень была сильно опухшая нога. И мы с ним просто сидели и говорили. Он мне объяснил свои симптомы. А я в этот момент просто с ним уже работала. Я уже поняла, что у него. И когда он на встрече был опять через три дня, он мне показал свою ногу через компьютер, все прошло. И врачи... То есть, я прошу прощения, вы с ним работали на расстоянии, да? Да. А по скайпу, да, вы с ним работали? Да, он даже и не знал, что я работал. Он мне просто объяснял свои симптомы. Объяснил симптомы, я ему сделала просто обычно, я попросила взять стакан воды, чтобы с ним рядом был. И он мне стал просто объяснять ситуацию, что ему уже грозит тому, что ногу могут ампутировать. Я ему стал... С ним просто беседовали. И потом через три дня я сказала, позвоните, пожалуйста, еще раз, мы посмотрим. И через три дня он мне позвонил, он даже через два дня написал, что у меня все прошло, и опухоль, и отек. Возьмем другой вариант, современный сейчас молодежь. Приходят, не приходят, кто приходит, кто не приходит. Тоже со стафилококком. Сейчас очень у людей многие стафилококки. Он в основном, вы знаете, что такое стафилококк, это почечная лоханка, там, где идет непорядок. И тоже сама ситуация. Нога прошла, побежала в Германию, какого-то там бабушке на иглотерапии. Я не говорю про нее плохо, я не знаю этого человека. Ну, кто-то что-то сказал, пришла, уехала, приехала на гасине, ногу ампутировали. Вот результат. Получается, что тот человек, который меня уже просто знал, он возраст уже довольно-таки зрелый, и он меня знал, и у него это все прошло. Это что говорится о том? Что он знал мою энергию. Он знал, что сейчас люди, больше у кого есть способности, они больше обостряются. Если у кого-то психопатия была раньше, она может больше обостряться. Психозы, нервозы, атрозы, вот это все состояние у людей сейчас, в данный момент, особенно в этот год, сдерживать надо. Как только начинается нервозное состояние, или во что-то неверо, себя перебороть, заулыбаться, или отвести эти мысли, или чем-то заняться. Так же, как и старение. Когда человек стареть начинает, это говорит о том, что он начинает не двигаться мыслями. Так же память теряется. Когда память начинает теряться, надо ее настраивать. А настраивать ее с утра кто-то должен сделать АУКБ, как по-русски, задачу математики легкие. Сколько будет 3 раза по 170, или сколько будет 17, 17 три раза. На голодный желудок с утра встать и сделать эту математику. Начинать надо делать это, ну, на 5 минут. А потом все больше и больше. И она тоже восстанавливает вот это старение. Если есть возможность путешествовать, если есть возможность, а если нет возможности, то обращайтесь к лучевой воде. Вода. Ноги даже, где течет вода. Даже не пугайтесь, если она не знает. Водите и быстро выдержите. Она тоже восстанавливает наше мышление. Ну, Лариса, вы же понимаете, в городах, в крупных городах, нету родников. И, собственно говоря, их не так много осталось и даже на природе. Настоящих родников, из которых когда-то люди пили воду, она давала силы. И есть много преданий. Ну, вот вы говорите, а я знаю, вы давали рекомендации такие, о... которые еще когда-то давал Порфирий Иванов, об обливании. Вот взять ведро воды, так скажем, да, и на голову вот так вот облиться, причем резко так. Ну, наверное, это какая-то альтернатива вот такой вот ключевой воде, да? Нет, сейчас как раз обливаться ледяной водой нельзя. С элементами ледяной. Нет. Распаление легких и... Ну, не ледяной, имеется в виду холодной водой. Или вы не рекомендуете это вообще делать? Ну, сейчас нет, сейчас все меняется. Потому что человек очень мышление много, очень много думает, совершенно не о том. И для того, чтобы на ходу облиться водой, бежать дальше, вот ничего не принесет, кроме как воспаление легких. Поэтому сейчас это даже нереально. Сейчас вот реально немножко... Вот эта новая система техники, техника могучая, все вот к этому присоединиться. То есть себя немножко сделать, извините за выражение, немножко роботом сделать себя. Да, к сожалению, мне тоже это стыдно говорить, но да, приходится так делать. И если у вас воды не хватает, переезжайте в Швейцарию. Я вам много воды дам. Ну, это вопрос... Спасибо большое, конечно, за приглашение. Но вы упомянули о том, что сейчас по Швейцарии ходят медведи. Знаете, как-то опасно. Опять же, в Испанию ехать, там змей, в общем, куда не поедет, что-то происходит. А в Чикаго, я не знаю, ну, вроде как нормально. Погода, правда, вот у нас сегодня не балует, но зато медведей вроде как бы нету. Вот. Скажите, а с чем вы связываете вот это явление, о том, что меняется... То есть, ну, если появляется, скажем так, на пляжах уже акулы, допустим, в таких местах, где они никогда не появлялись, если появляется змей, это говорит, наверное, о том, что что-то происходит. Что-то происходит. И вы упомянули вот этот год. А скажите, следующий, к примеру, или вот конец года, вот как вы видите, есть какие-то изменения тяжелые вот какой-то? Вот все говорят, это 16-й год тяжелый, причем интересно, что все говорят, вот предыдущий был тяжелый, а потом наступает следующий год, и все говорят, так вот, следующий, и так дальше, и все время все получается как-то хуже, хуже. А когда вот наступит потепление, улучшение и так далее? Нет, ну, хуже его ничего нет. Если наблюдать все отношения к природе, хуже его ничего нет. Это просто интересно, любопытство. Начинает действительно человек, который занимается собой энергетикой, природой, не может быть ничего хуже. Просто ему может любопытнее, интереснее, если человек начинает полнеть. Вот, Марья, возьмите, если человек начинает полнеть. И все, особенно женщины. Никак ей обратно не похудеть. Но ведь существуют причины к этому, объективные причины. Сама по себе женщина не будет, но если она ведет неподвижный, как Жанецкий говорил, дамы, двигайтесь, а куда же она двинется, когда два шага плита, три шага холодильник и так далее. Поэтому, ну, как-то... Это начинается объективный веществ, который происходит в организме. Точно так же происходит и природе. В природе сейчас происходит обмен веществ, называется так. Поэтому сейчас и лед тает, а Атлантика тает, воды много. Она должна полюс поменяться. Змеи появились там, где их когда не было. Медведи пришли совершенно непонятно откуда. Акулы выпрыгают. То есть они-то как раз вот и чувствуют, а мы-то люди поменялись, мы не стали это чувствовать. Мне один раз задали вопрос. Меня пригласили на обед. И задали вопрос. Мадам Суверон, а почему вы сейчас съели кусочек мяса? Я говорю, я не кусочек, я сейчас съем кусок мяса. А мне спрашивают, а почему вы так съедите? Принципиально так. Да, в принципе, да. А я говорю, чтобы чутье не потерять. Они говорят, какое чутье? Чутье зверинское. Мы же звери. Если кто-то один раз почувствовал взаиметрясение, он знает уже, что такое на ногах, ты не устоишь надбук. Ты в любом случае станешь на четвереньке и поползешь. Потому что мы в первобытное состояние превращаемся, когда земля трясется. И для того, чтобы это чутье у нас не пропало, я сказала, что я съем сейчас кусочек мяса. И когда я посмотрела, у нас люди стали, многие потянулись именно к мясу. То есть все по кусочку съели мясо. Я не советую им коровье мясо. Это сейчас действительно сложно. А дичище мы можем брать. Дичь, баранина там. С рыбы тоже нужно быть очень осторожным. И прежде чем даже берете к себе в руки или взгляд на животное, которое умерло, то сначала внутри помолитесь или попросите прощения. Но чтобы не потерять этот инстинкт. Да. Вы знаете, ну как принято говорить на радио, не несет ответственность руководство за мнение гостей в эфире. Поэтому, дорогие друзья, это мнение Ларисы Суверон о том, что можно, так скажем, съесть кусочек мяса. Кто-то, вегетарианцы, это категорически противопоказано. Но я хочу сказать, что в ведической, в общем-то, скажем, жизни, и там существовало четыре касты, и полный, значит, отказ от каких-то мясных продуктов. Но вот к шатриям, это воины, полководцы, цари, им в определенный момент разрешалось есть. Поэтому, вообще-то говоря, мы все делаем что-то для чего-то. То есть, мы работаем для чего-то, деньги зарабатываем, мы тратим тоже их так, как мы считаем или как нам так говорят делать. Поэтому, если мы, вот как вы сказали, съели кусочек мяса, чтобы читье у вас, звериное, появилось, в том плане, чувствовать больше, то, наверное, это нормально. Скажите, а как вам помогало в вашей жизни способности, которыми вы с детства, в общем-то, обладаете? Экстрасенсорика, о том, ясновидение, яснослышание. Вот такой пример, когда какие-то вот такие вот серьезные мероприятия были и ваши способности как раз дали, ну, не дали, точнее, что-то случиться чему-то нехорошему. Есть такие или были? Да, есть. Вот в последнее время мне самой стало интересно, в последние годы, Миша, вы знаете, что у меня не проблем был контакт с цыганями очень много. Да, да. Прямо с детства знаю. С детства. И опять, меня все время заталкивают в эту Андерусию. Я оттуда бегу, а меня как толкают туда все время. И вот сейчас, в последний раз, я же поняла, что это происходит. А это и есть телепатия с внутренним, другим миром. Смотрите, змеи. Вот сколько я шла, ходила по Андерусии, почему-то никому так, они вываливались, эти змеи, непростые. Я не знаю, что это запороны змеи. И сколько я выходила, именно ко мне они на дорогу уползают. Я отходила в сторону и шла, уходила в другую сторону. И опять же, поворачивалась, я видела, что они за мной ползут. И они меня же не кусали. Это опять разговор о цыгане. А у цыгане, это и есть связь с ними. Мне постоянно напоминает, что у меня есть какая-то магическая сила, что даже можно остановить глазами змею. Они как собачата и ползут за мной. Но их немного, настоящая толстая змея, она идет одна всегда. Она никогда никого не любит партнера. И когда, у меня такие пару случаев было, в последний раз, если я была, три месяца, опять же, в последний случай, очень такая, довольно-таки, упитанная змея, она за мной долго-долго ползла. Мне внутри, конечно, затаился страх. Думаю, ну ладно, я от тебя отошла, я с тебя не трогаю, что ты-то ко мне привязалась? Вот ползет и ползет, ползет и ползет. Я тут направо, она направо, я налево, она налево. Впереди шла девочка, ну такая, лет, наверное, в восемь, бежала в школу. Типичный цыганеночек, хорошенькая девочка. И она увидела змею, закричала, бежала в другую сторону. Зимня остановилась, мне в глаза четко посмотрела и умерла. А это говорит о чем? О том, что она себе язык кусила. А я-то на языке, а кому-то нужно было выдать. И это истокновение с этим ребенком получилось у нас совокупное. То есть, у меня уже мысль была взять тысячелистник, жевать, если эту девочку наукусит. То есть, вытащить этот яд. Потому что я испугалась этого ребенка. Опять же, тема возврату из прошлого. Это говорит о том, что мы все вернемся в прошлое. Нам нужно будет учиться опять работать сырым материалом. То есть, лечиться травами живыми с поля. Не там купить в аптеку пойти. Может быть, и аптек скоро не будет. Все сухое, все высушенное, оно несет этот эффект. У меня заранее уже была мысль девочку спасти. Но, слава богу, ничего, все прошло нормально. То есть, а эта из меня погибла. То есть, она боялась меня кусить, но она хотела. У нее цель была меня задавить и что-то мне сделать. Ну, такие страсти вы тут рассказываете. Но, вы знаете, у нас, кстати, есть специалист, с которой вы тоже хорошо знакомы. Это Рита Борт. Она как раз таки занимается вот такими, скажем, природным оздоровлением, будем так говорить, правильное питание, здорового образа жизни и, конечно же, то, что растет. И я вспоминаю просто в Индии много раз я бывал и она бывала и как раз таки там растут те травы, которые врачи, аюрведисты в АДИ, они как раз таки в своем лечении они их и применяют. То есть, там нету ничего вообще, кроме трав. Там нету, то есть, любой антибиотик, который у нас мы покупаем там где-то в аптеках Волгинс или там где-то еще в Аскадрак, там допустим. Точно такой же антибиотик, они, в общем-то, делают из трав, которые дают эффект гораздо, может быть, даже более сильный, но не дают сайд-эффект, не дают побочных эффектов. Поэтому это, ну, это просто люди сегодня потеряли, к сожалению, забыли вот это вот, то, что вы как раз и говорите. То есть, новое, это хорошо забытое старое, это всегда было. И те операции, которые сегодня делают, и техника там такая, вот если почитать ведические тексты, там это уже делалось миллионы, может быть, лет назад, опять же, для тех, кто хочет в это поверить, оказывается, это было миллионы лет тому назад. Лариса, вы мне скажите, я вас, в общем-то, когда я вам задал этот вопрос, вот, я просто знаю эти истории, вы рассказывали, напомните просто, вот такая история была, когда вы были в составе какой-то делегации, и как раз таки ваши инстарксенсорные способности помогли избежать каких-то очень серьезных неприятностей для, ну, для целой, может быть, даже державы. Вы имеете в виду, какие? Много у меня было таких... расскажите какой-то такой, может быть, один знаменательный какой-то такой случай, просто напомнить для тех людей, которые с вами просто не знакомы, о чем идет речь, как, так сказать, вы работаете. Вы имеете бизнес или... Да, да, давайте бизнес, давайте. Я знаю о том, что вы работали даже с Виктором Корчным, да, он приглашал, и были с ним хорошо знакомы, кстати, недавно он умер, да, Виктор Корчным? Я уже умер. Давно он умер? Да. Жалко, конечно. Очень интересный человек, он очень интересный, парапсихолог тоже был, очень хороший, но он, конечно, больше с математикой, с ним я очень долго работала, во Франции мы с ним ездили, и потом я работала тоже с людьми более крупными бизнесменами. У нас случай такой был в Японии, я на стороне была французов в то время, и там тема, конечно, шла не о миллионах, а о миллиардах, там хотели сделать в Японии, в Японском море, там что-то хотели сделать, я не знаю точно, что они, но тема была, кто кого сфинансирует. Я на стороне была французов. И когда японцы сидели, один, парапсихолог, мы же не представлены были как парапсихологи, ни он, ни я, это как бы в секрете было. Ну, в составе делегации вы находились, как просто член делегации, и, конечно же, никто не знает, кто, ну, заходит в делегации, и так далее. Да, и мы, когда встретились с ним глазами, мы оба засмеялись, то есть мы оба поняли, кто мы. Мне этот, конечно, момент больше всего смешно стало, ему тоже. Мы четко сидели друг к другу, смотрели в глаза. А это говорит о том, что кто кого победит. И вот, когда японская делегация стала подписывать договор на эти большие деньги, как бы Франция должна, Париж должны были внести эти деньги, я сказала своей стороны, сказала, они пусть подпишут, а вы не подпишите. Нет, к вечеру, к утру подпишите. И там был синхронный перевод вот с нашей стороны, с той стороны были переводы. И когда задали такой вопрос, а почему вы так решили резко на руководителя, который со мной сидел, почему вы так решили резко не подписывать сейчас этот перевод, договор денежный? Он сказал, что ну вот надо сейчас, вот я пообставила с консультантами, с нашими, мы в 6 часов утра мы подпишем. Японцы подписали, а наша сторона не подписала. И когда потом уже этот пара психологов на меня восстановилась такой со злостью, я уже поняла, что наше улыбчивое положение закончилось. То есть мы уже просто отвернулись глазами, уже поняли, для чего мы сидим здесь. И когда мы все разошлись, меня мой хозяин спросил, а почему вы так сказали? Нам всем странно. Они-то подписались, они-то все согласны, договоры с нами все сделали. Я говорю, да все согласны, а кто, какие, куда финансы внесет? Подписали финансы, вы выяснили, у них есть эти финансы? Вы же внесете, вы сейчас, в данный момент, вы идете как финансирование. Вот вы сможете, они говорят, у нас да, а японцы сказали, тоже есть. Я говорю, а они сказали, а в 6 часов утра они к вам не придут. 4 ночи, они убегут все. Так и вышло. 3 часа ночи уже, мне постучались в мой номер, сказали, все японцы исчезли. Все. Это голос о том, что был обман. То есть эти спонсоры, которые были с той стороны, у них ничего не было. А хотели как бы, ну вот вы поняли. Короче говоря, остановилась. Хотя было это очень тяжело остановить. Очень тяжело. С моей стороны, с кем я работала, с кем я приехала, ко мне не поверили. Сначала все как-то странно улыбнулись, но потом это пожалуйста. Все выяснилось. Лариса, скажите, до сих пор мы говорили о том, что вы, ну, поскольку вы, во-первых, медик по профессии, вы целитель, и вы можете работать с человеком на расстоянии. Скажите, а в сфере бизнеса, допустим, человек обращается по бизнесу к вам, вы можете им помочь? Допустим, компания, которая, как-то идет вниз все время. Ему нужна помощь именно в этом плане. Вы помогаете таким людям? Да, конечно. Что такое парапсихолог? Парапсихолог всегда входит. Туда ходят зелительства, туда входит помощь, туда входит энергия распределения. Парапсихолог, многие люди понимают, что это по-настоящему. Туда, в общем-то, комплект, один коллект входит. И вот когда у людей начинает, особенно сейчас, у очень многих людей бизнес падает. И когда я смотрю на людей, это сейчас обычно. У очень многих он падает и будет еще больше падать. Потому что они были и с начала не готовы. С самого начала. Они просто, им повезло. Повезло на незнаниях парапсихологических влияниях звезд и парапсихологии энергии. Они это не знали, а сейчас это обострилось. И сейчас, можно сказать, каждый пятый теряет свой бизнес. Только из-за того, что он не знает и не хочет знать. Георгий, это чушь. Не получится сейчас без этого. Не получится. Или признатесь, что вы не понимаете. А если вы не понимаете, значит, вы возьмите кого-то. Если мы возьмем большим сотрудников всех, возьмем всех политических наших президентов, они все работают с парапсихологами. И никто их в лицо не знает. Никто. Но они все с ними работают. Так как парапсихолог, который рожденный с этим уже, он заранее уже инстинктом своим чувствует, где это надо сделать, а где нет. Сейчас уже не то, что мы с деревом работаем. Мы сейчас с большими конструкциями работаем. Это космические корабли, это оружие, это бомбы, это все. Это тоже сейчас относится к парапсихологии, та, которая в свое время понимала другое. Мы тоже так же квалифицируемся, так же, как гадалка квалифицируется. Гадалка, она гадает, потом она развивается, она квалифицируется, она начинает заниматься травками, потом начинает другим, потом третьим. То есть она растет, можно сказать. Точно так же парапсихолог. Если ты уже родился им, то тебя не оставят в покое звезды и никто, они будут тебя пользовать. И вот то, что я сейчас это вижу, мне не дают расслабиться. Я уже не молодая женщина, но мне расслабиться не дают. Как только я начинаю задумываться о расслаблении, все у меня кончается, интерес к жизни. Лариса, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, что-то мне вот пришел в голову. Ну, мы неоднократно с вами беседовали, вы когда-то работали с Джуной Давида Шили, которая тоже относительно недавно, она умерла. У меня к вам такой вопрос. Люди, даже те, которые уходят в мир, скажем, иной, энергетические фантомы, они остаются. И есть люди, которые имеют возможность видеть это. ну, вообще, я должен вспомнить такой момент, когда вы были, когда в Чикаго, вы были у меня дома, и вы указали на кресло, которое там стояло, и сказали, Майк, ты видишь, там сидит человек? Ну, естественно, я не вижу этого человека, но вы его описали, я не вспомнил, то есть, мол, твой друг какой-то. скажите, вы общаетесь вот с миром потусторонним, будем так говорить, миром, и если да, то с какой целью? Или это происходит спонтанно? Нет, это не спонтанно, это, я маленький пример приведу, чтобы это поняли, доступно, что это. У меня знакомые друзья были, были, ну, там были, может так были, это было 10 лет там назад. Моя одна хорошая очень знакомая умерла, умерла она в молодости, ей было 33 года, у нее осталась девочка, но перед тем, как она умереть, она мне сказала, жалко, что я больше не увижу солнце, и не увижу дочку, как она будет выходить замуж. Мы с ней были очень близки, я ее постарше, она была как бы моя ученица, я ее с детства знала, и она вот ушла из жизни, совершенно для меня это было обычно, ко мне пришли потусторонний человек, и он сказал, пусть она готовится, она уйдет в скорой жизни, и когда я с ней встретилась, я ей сказала, ты чувствуешь, что ты уйдешь, она говорит, да я знаю, да, я знаю мое заболевание, оно смертельное, я уйду, дело не в том, она ушла из жизни, у нее муж остался с ребенком, и смотри, что получилось, как я узнала о смерти ее мужа, мы разошлись, я не знала мужа ничего лет десять, ничего ее, девочки, дочки, и вдруг слышу, мне какой-то голос говорит о нем постоянно, и я узнала голос этой девушки, Света, ее звали, я узнала, что это она, я говорю, Света, почему ты пришла, она не могла мне это сказать, но она все время показывалась, и показывалась желтым лучом, а желтый луч, это говорит о том, что кто-то умрет из моих хороших знакомых, она мне все время это показывала, я не могла понять никак соединить вместе, и три дня, потом через некоторые, через три дня приходят ко мне полицейские, говорят, вы знаете такого-то, такого-то Альберта, Дикван Альберт, я говорю, да, они говорят, а вы знаете кого-нибудь из близких их, а это было в Ангалусии, в Испании, а мои друзья из Швейцарии они, и я говорю, да, знаю, а вы знаете, вы можете кому-нибудь сообщить о нем, я говорю, каким образом, а что случилось, почему полицейские именно ко мне пришли, когда я сидела на море, за два часа, просто смотрела, я увидела его труп в море, и когда нашли, через два часа пришли полицейские, они сказали, что он утонул, я говорю, пардон, где, в Средиземном море, здесь, они говорят, нет, он в Таиланде утонул, а я говорю, а почему вы ко мне обращаетесь, а мы нашли записную книжку, в записной книжке, единственный был телефон, это ваш, когда я никакого телефона не отдавала, мы не виделись много лет, он вообще не знал, что и в Испании, просто мужа, он женит, женат был уже другой, и что произошло, я разыскала дочкину подругу, и сообщила дочке о том, что ее папа утонул, так это она ко мне пришла и сообщила, чтобы его забрали труп с Таиланда, вот, пожалуйста, что получается, какие контакты, если, я сейчас больше и больше стала ощущать это состояние, то есть у меня проявилось это больше, чем было это раньше, если где-то пропадает ребенок, я еще не знаю, чей это ребенок, ко мне приходят другие духи, они мне этого ребенка приносят, и через несколько дней мне звонят, и говорят, не могли бы найти мальчика или девочку, я говорю, так вот одетая, да, вы что, его видели, я говорю, не видел, но я знаю, где он. Лариса, у меня, среди моих знакомых есть несколько участников битвы экстрасенсов, я полагаю так, что если бы вы захотели, то вы бы элементарно могли бы там принимать участие, и, наверное, в общем-то, быть где-то там в когорте победителей. Ну, дорогие друзья, это я сейчас уже обращаюсь к нашим радиослушателям, телевидеозрителям, потому что, ну, я был, да, свидетелем тоже, в общем-то, мы встречались, я был у вас в Испании, когда вы там, в какой-то момент период времени находились, и я был свидетелем разговора, сейчас не буду даже говорить, это довольно высокий уровень, это российские, будем так говорить, высшие эшелоны, которые к вам обращались, но если уже обращаются такие люди, то, наверное, для этого есть какие-то основания, поэтому, еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям и видеозрителям, если вы хотите с нами пообщаться, пожалуйста, тройное W sungatesradio.com это телефон, опять же, для тех, кто слушает Соединенных Штатов, 847-226-9956, и это наш скайп, sungates108, ну, мы планируем провести такой, ну, будем говорить, саммит, эзотерически, где будут участвовать люди вот такого плана, как Лариса Суверон, то есть, это могут быть и астрологи, это могут быть и парапсихологи, это могут быть и торологи, и цель всего этого не что-то необычное, неизведанное, непонятное, а просто привлечь внимание к тому, что не афишируется, особенно то, что, в общем-то, мы никогда не изучали, то есть, есть люди, которые обладают определенными способностями, и они помогают другим людям, в общем-то, в тех ситуациях, которые обычными методами, с помощью обычных физических законов трудно решить эти задачи, эти вопросы, ответить на эти вопросы, поэтому я думаю, что на этом мы нашу программу завершим, и полагаю, так мы еще поговорим с Ларисой на тему того, и когда мы будем продолжать, если это время подходит для рейса, было бы неплохо, неплохо такую регулярную вот такие вот программы делать, потому что, ну, не сомневаюсь, что у людей будет вопросов, как они были на самом деле, было много людей, которые приходили к вам на консультации и продолжают приходить на консультации, поэтому, и вы им помогаете, поэтому, вот, мы сделаем такой, скажем, саммит, фестиваль, где на экране будут люди, включая Ларису Суверон, и все желающие могут задать ей вопрос, правильно, значит, и каким-то образом, вот, допустим, вот я сижу, вы меня видите, и вы, в общем-то, в принципе, знаете, что со мной происходит, и особенно, если вам будут люди задать вопросы, вы будете уже тогда, так сказать, контактироваться более плотно и отвечать на эти вопросы, ну, вот, таким образом, Лариса, я хочу вас поблагодарить за ваше время, как всегда, был очень рад встретиться с вами, опять, хоть и на экране, но, если там, скажем, там оградят, не знаю, правительство, или кто-то там ходит, лесники от медведей, то мы к вам приедем в гости, а то как-то, знаете, мало ли, ничего страшного, мы медведевики хотим подвинуться, они очень дожелюбные, и за ними сидят охотники, их кормят, и они ходят в своих местах. Ну, на самом деле, если вы, в конце концов, уже обладаете такими способностями, что змеи, так сказать, глядя на вас, откусывают себе язык, ну, тогда я полагаю так, что с вами будет безопасно. Ну, я шучу, конечно, но на самом деле, мы когда-то обсуждали с Ларисой вопрос о том, чтобы делать вот такие ретриты, и это совершенно потрясающая вещь, все мы знаем, Швейцария, это совершенно удивительная страна, Альпы, но вы находитесь же в самом городе, или вы находитесь в пред... В Тюрихе. Прямо в самом Тюрихе, да? Да. Ну, окей, значит, это, тем не менее, не проблема, где-то там, если поехать на природу, опять же, да вы и говорите, там, где вы живете, я не знаю, правда, где, но там природа очень серьезная, да? Вот вы говорите, вы гуляете. Да, горы и леса. Да, горы и леса, ну, вот видите, так что... Красивые. Да. Ну, дорогие друзья, тогда я благодарю вас, что вы были с нами и слушали наши программы, ну, и эта программа будет, она записывается, она будет выложена в Ютьюбе, в Фейсбуке, и вы, те, кто пропустили, те, кто не сначала слушали, будете иметь возможность с ней ознакомиться. Лариса, еще раз, спасибо вам большое и до следующей встречи в эфире. Пожалуйста, Майк, всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok